САЮЛУДА ХЮВА ПАЙВА ТЕРВЕ Здравствуйте! С вами снова программа Финногория. Сегодня в нашем дайджест-эфире самые интересные герои и яркие события уходящего сезона. В Петрозаводске прошел международный зимний фестиваль Гиперборея. Здесь выбрали лучшие ледовые снежные скульптуры. Первыми работы мастеров оценил сам Дед Мороз. Он не только осмотрел все работы, но сделал пару селфи и пообщался с поклонниками. Главный волшебник страны привез из Великого Устюга морозную снежную погоду. А как согреться, не рассказал. Участники прибегли к самому веселому способу – танцам. На площадке у Ротонды прожила зимняя колокунда, где шеф-повар Антон Калинин угостил всех желающих традиционной карельской ухой Лохи Кейто. В квартале исторической застройки Петрозаводска организаторы праздника «Арт-зима» в Старом Городе угощали зрителей горячим чаем из настоящего кишского самовара. Согрелись, теперь можно и на карнавал. Костюмированное шествие 100 символов Карелии проследовало под центральным улицам Петрозаводска. Во главе колонны на ретроавтомобиле ехал Дед Мороз из Великого Устюга. Участие в параде приняли более 2000 человек – представители учебных заведений и волонтеры из Петрозаводска и районов республики. Вечером на Онежской набережной бог северного ветра Борей объявил победителей конкурса снежных и ледовых скульптур. В Удмуртии прошел шестой этно-гастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя». Продолжался он целых девять дней. Праздник стартовал 31 января и завершился 8 февраля массовыми гуляниями на Центральной площади Ижевска. За время пельменного праздника было съедено более 7 тонн пельменей. Более 160 мероприятий провели в рамках празднования фестиваля «Всемирный день пельменя». Свидетели и участники праздника – почти 35 тысяч человек из 18 районов Удмуртии. Фестиваль 9 дней набирал обороты мастер-классами и воркшопами и финишировал на Центральной площади Ижевска. В этом году фестиваль проходит под названием «Ческытвыжикыл» в переводе с удмуртского «Вкусная сказка». И это действительно была настоящая сказка. В праздновании приняли участие разные сказочные герои – удмуртский Дед Мороз Толбабай, медведи, божество ветра Толпери, домовой Коркамурт. Прошлогодний рекорд по потреблению главного блюда побили в первые же часы фестиваля. Гости раскупили более 7 тонн пельменей с различными начинками – курицей, грибами, репой и хвощом. День пельменя – способ не только набирать, но и сжечь калории. В этом году в рамках празднования состоялся первый забег «Пельмен ран», в котором бежали около 120 участников. Победители получили по тазику только что приготовленных пельменей, которые разделили со своими друзьями, болельщиками и соперниками. В Карелии прошел традиционный кайт-марафон «Транс-Онега». Марафон для любителей зимнего кайтинга, который проводится на льду Онежского озера с 2012 года. В этот раз лед по традиционному маршруту кайтеров от Петрозаводска до Кижей так и не встал, поэтому соревнования прошли на озере Сандал в Кандапурском районе. Формат остался неизменным. Четырехдневная гонка на лыжах под парусом с ночевкой в палатках. Это как бы стандартная дистанция для этой дисциплины экспедиционного кайтинга, который в себя выбирает такие виды спорта, как парусный спорт, спортивное ориентирование, лыжная подготовка, туризм. То есть такой многоплановый спорт, очень интересный и привлекает к себе людей из многих стран. В этом году в марафоне приняли участие спортсмены из пяти стран – России, Финляндии, Румынии, Норвегии и Франции. Всего 34 команды. В отличие от традиционного кайтинга, команды марафона состояли из двух, иногда из трех человек. Все вещи, необходимые для автономного существования, спортсмены тянули за собой. Три круга по озеру с порывистым ветром и сложными погодными условиями выдержали далеко не все. До финиша дошли лишь три команды. Золото досталось семейному экипажу охотники за привидениями. Семья Королько выдержала испытания и получила заслуженную награду. Несмотря на то, что длина дистанции 300 километров, трекер победителей показывал, что в итоге они проехали и прошли около 500. Третий Северный культурный форум в столице Коми собрал 700 участников из пяти стран и 35 регионов России. В этом году программа форума создавалась федеральными экспертами. На три дня Сыктывкар стал центром культурной жизни Севера России. Молодежная программа «Креативные индустрии» стала стартом для работы Третьего Северного культурного форума. Эта площадка объединила современные тренды дизайна, визуального искусства, социальных сетей. Эти направления сейчас масштабно развиваются во всем мире. Это и есть тот самый симбиоз культуры и бизнеса. На площадке межрегиональной форсайд-сессии Альянс финно-угорских и северных библиотек собрались представители национальных республик финно-угорских регионов и стран. Цель обсуждения – создание новой информационной площадки между финно-угорскими регионами. Северный культурный форум, как признали участники, это двигатель дальнейших изменений. Взаимодействие дает возможность решить насущные вопросы куда быстрее и эффективнее, а принятые здесь решения найдут практическую реализацию. Искусство доступнее и ближе. В музее имени Эрзи в скором времени появятся экспонаты, которые не просто можно, а нужно трогать руками. Идея выставочного проекта – видеть невидимое. Если коротко, его реализация позволит даже слепым и слабовидящим людям наслаждаться шедеврами живописи народного художника Мордовии Федота Сычкова и гениального скульптора Степана Эрзи. Новые тактильные копии должны установить уже в конце этого года. После реализации грантов предметы искусства смогут оценить и те, у кого зрение на кончиках пальцев. Работы Федота Сычкова станут объемными. И это своеобразный подарок поклонникам на юбилей мастера. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения художника, а среди слабовидящих людей немало ценителей его творчества. Выбрано пять полотен Сычкова. Все они находятся в разных залах и относятся к разному периоду творчества живописца. Среди них и автопортрет, и мордовочки, раскрасневшиеся на морозе, и аппетитные сочные яблоки. Создавать 3D-копии будут московские художники Ольга и Михаил Шу. В нашей работе мы делаем перевод с языка живописи на язык скульптуры. По уже нашему опыту, то Ольга понимает, что надо выделить, на что надо сделать акцент. То есть ты должен понимать, что главное на картине, чтобы это показать. А какие-то вещи, которые будут отвлекать или мешать, или не влияют на сюжет, не учитываются в экскурсии, их лучше опустить. Уменьшенные копии работ мордовского скульптора, которые можно трогать в музее, уже есть. Уже другой президентский грант «Видеть невидимое» позволит увеличить их число. Так появится копия одной из главных композиций Моисея. Этой работой займутся уже мордовские мастера. Сотрудники музея для незрячих описывают экспонаты, но всегда субъективно. И для того, чтобы в полной мере оценить произведения искусства, слабовидящим важно к ним прикоснуться. Из соображений безопасности многие культурно-массовые мероприятия этой весной ушли в сети. Виртуально можно было побывать во многих музеях и картинных галереях по всему миру. Многие мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, в этом году тоже провели онлайн. Главный музей Ямала стал Красной площадью. 9 мая в прямом эфире в музее имени Шимановского состоялось онлайн-открытие выставочного проекта «От первого парада до победного». Выставочный зал в 700 квадратных метров был стилизован под главную площадь страны. Это основная художественная концепция проекта. Сотрудники музея постарались собрать уникальные факты и документы, рассказывающие об истории парадов. Первая экспозиция повествует о парадах в Российской империи и о первых парадах 41-го года в Куйбышеве, Воронеже и Москве. Здесь можно увидеть обмундирование и орудие участников парадов. Главное, что после всех трех парадов красноармейцы и офицеры сразу уходили на фронт. Второй раздел об освобождении Европы, участии в кладе воинов-ямальцев, появлении первых салютов. Третий раздел «Парад победы в Москве 24 июня 1945 года» знакомит посетителей с парадом на Красной площади и военными музыкантами. В заключительном разделе представлена информация о Советско-японской войне, параде союзных войск в Берлине по случаю завершения Второй мировой войны 7 сентября 1945 года. Государственный ансамбль танца «Мариэл» в апреле должен был выступать в Москве, в Кремлевском дворце. Однако ситуация с пандемией нарушила все планы. Но у артисты на самоизоляции не унывали. Ежедневные репетиции никто не отменял. И даже дома они продолжали поддерживать себя в форме. На радость любимого зрителя «Мариэл» поделился в соцсетях репетицией старинного марийского танца «Волынка». И еще о творческих людях, вынужденных соблюдать режим самоизоляции. Артисты Карельской государственной филармонии провели челлендж «Звуки твоего дома». Задание простое – сыграть на всем, что попадется под руку, и просто отдохнуть душой. Автор создания музыкальных роликов «Звуки твоего дома» Анастасия Орлова. Она – специалист по рекламе Карельской филармонии, а по призванию – музыкант. Вся прелесть ее флэш-моба в простоте. Новую форму опробовали многие музыканты Карельской филармонии. Лидером просмотров в сети стала импровизация песни «В траве сидел Кузнечик». Самоизоляция для артистов – это настоящий вызов, и каждый реализовал свою творческую энергию по-своему. Челленджи и флэш-мобы – это лишь малая часть контента Карельской филармонии. Как и многие другие музыканты, они ушли на удаленку. Когда больше 50 человек собирать было нельзя, начали транслировать репетиции и концерты онлайн при пустых зрительных залах. В республике Мариэл впервые в прямом эфире прошли традиционные обрядовые моления Мари. Недалеко от Йошкар-Алы в священной роще прошел праздник Агавай-Рэм. О народе Мари говорят последние язычники Европы. Они верят в силу природы и стихий, поэтому молятся им. Агавай-Рэм среди значимых обрядов Мари. Этим праздником заканчивается цикл весенних молений. Древний праздник посвящен божествам плодородия, земли, небесных светил и сил природы. В этот день морейцы совершают аграрно-магические обряды и коллективные моления с жертвоприношением. Традиционная религия народа Мари является одной из самых уникальных и самобытных в России. Бережное отношение к своей истории, корням, исконным этническим традициям вызывает большой интерес не только у нас в стране, но и за рубежом. Наблюдать за трансляцией древнего морейского праздника земледелия Агавай-Рэм можно было и в сети интернет. Прямая трансляция – это один из способов показать людям других национальностей особенности древней культуры. И в завершении нашей программы послушаем песню на коме-языке в исполнении ансамбля «Зарни Туис». Сохраняйте культуру и традиции своего народа. До встречи в новом сезоне «Финаугорья». Песня «Зарни Туис» Песня «Зарни Туис»